Интересно, Александр отметил, что человеку даже ничего особо-то и не надо делать, вот на низкую частоту подключиться, это проще всего, чем на более высокую. И приводил в пример вот тот же самый русский сериал «Метод», вот что посмотрит человек этот сериал, и все, он выходит на улицу, и он уже видит этих и бомжей, и педофилов, и маньяков, и всех людей, которые вот умрут скоро. Ничего особого даже и не надо делать. Это еще можно вот так вот привести на примере людей, когда вот примитивные люди, там 2D, 3D их называют, уже у нас большинство 4D и 5D живут, более высокочастотные люди. То, как вот если взять стилистов, да, стилисту рознь, и получается, что если вот, допустим, один стилист, он на чистоте ума и хочет создать вот одежду, одеть богатых людей, он что будет? Он будет смотреть, конечно, составлять этот слепок, как они одеваются, да, что предпочитают богатые люди, и запоминать это своим умом. Ну, а взять другого стилиста, он, если в состоянии без ума, его фокус внимания будет падать на то, что он будет запоминать, то это и будет вот тот слепок более истинный и более подходящий. Потому что у первого, который на чистоте ума, вот стилист, у него как раз вот тут вот получится, что в его татоне, и будет ему казаться, что это лакшери, но на самом деле это не так. Как отмечал Александр, приводя такой пример, что ему будет казаться, что у него там высокочастотное все такое, краски, да, а на самом деле это будет выглядеть как из мира там бомжей одежда, из третьего там мира и еще там чуть-чуть, чуть-чуть там только лакшери. Вот так будет выглядеть. И совсем иначе у стилиста, который вот будет создавать эту одежду, одевать людей богатых, которые, когда он будет слепок составлять, вот находясь в состоянии без ума. Так вот с гордостью заявляет Александр, что он составлял все слепки, вообще как они работают, потому что он очень много экспериментировал, отключался, переходил, включался, смотрел вообще все, как это функционирует своим вниманием, когда он переключался. То есть он заходил вот на чистота любви есть, и видел все фильмы, и погружал в этот мир вот тоже людей, он подключал на эту чистоту любви. Потому что только когда человек вот сам это познал, да, вот знает, как это работает, эта чистота, и как через свою призму видит эту чистоту, да, уже более высокую, только тогда он может другому человеку посоветовать этот слепок и перетянуть его, это как вот перетянуть свой мир, более такой высокочастотный. Так, когда вот тестировал Александр на своих друзьях всех, да, вот показывал вот этот слайд, направлял их фокус внимания, эти друзья даже не в курсе были еще вот всех его книг, этих экспериментов, просто показывал им эти элементы, и смотрел, как это работает, как они переключались, и это срабатывало. И это вот его мир, мир его глазами, вот, частота в любви, вот он всегда в любви живет с открытым сердцем, и он всегда хотел показать вот этот свой мир людям. И он пишет это, доносит нам через свои книги, рассказывает в интеллектуальном клубе своим читателям, которые уже с более расширенным фокусом внимания и уже более открыли двери, так дальше, да, продвигаемся. И также делимся с вами этим, этой информацией. Благодарю всех за внимание.